В гробнице найдено зерно сухой египетской пшеницы. Тысячи лети оно лежало в каменной гробнице. На солнце нанесли его и в землю бросили. И вот поднялся голос молодой, зерно, налитый золотым. И нас время учит без уловок, что будет через тысячи лет, когда достанут наше слово и тоже вытащат на свет. Вот такими словами заканчивается наша сегодняшняя встреча. Организаторами которых были Алексей Аменченко и Сергей Пловацкий. Сергей Пловацкий, я хочу сказать, что вы чудесный представитель, что вы готовите эту программу. Мы работаем, конечно, которые будут тоже вместе с нами. Грузия, дорогие, это четвертая программа Макалюш, в которой мы предлагаем вас, кому не важно. Мы говорим всем большое спасибо за участие, потому что программу и день родного языка можно отметить по-разному. Можно пойти провести урок родного языка в школе, можно организовать круглый стол, можно организовать встречу с людьми равных национальностей. И это все будет день родного языка. А мы вот в такой чудной, замечательной обстановке услышали произведение, я посчитала, на десяти языках. То есть мы приобщились к этим языкам и стали чуть-чуть богаче. Поэтому вот такого богатства мы желаем всем мира, здоровья, сил, терпения, радости. Сын Николаевич, я не знаю, что тут жиновство сидит, да? Так много. Это наши коханиями люди, бабушки, дедушки. Тут присутствие то же самое. Где бабушки? Покажи. Где бабушки? Бабушки нет. Молодь. Знаете, я когда-то написал такие вещи, я переймаюся тобою, но, знаете, крыль своих не бачу, я кохания есть, и это с тобою. И с веку в век любовь моя, вона была, истнует, и завжди будет, в народе есть свой заповедь, допоки жинка, чоловеком будет, не сникнет в районе родовид. Великое спасибо, что вы есть. Мы объединяем 134 национальности, у нас прекрасный город Крым и Одесса. Спасибо всем вам. Спасибо Сергею Клаванскому. Алексею, самый стройный Алексей Амельченко, и, конечно, наши любимые святочные. Счастья, любви и здоровья. Спасибо. До новых встреч и еще, друзья, объявления маленькие. 23 числа, в 15 часов, переводим на другой язык, в 3 часа, здесь будет подведение итогов поэтического конкурса, который проводит областной совет мира. Мы приглашаем.